Дети Интернет Конкурс прошел под эгидой уполномоченного по правам ребенка Ульяновской области совместно с региональной организацией Рериховский центр духовной культуры. В этом году детский конкурс также поддержал Ульяновский клуб лидеров НКО. С нашей точки зрения очень важная тема безопасность глазами детей. Эта тема актуальна в каком смысле? Что мы должны понять, видят ли дети, в чем их подстригает опасность, как они ее видят. Безопасность сейчас самое главное, но безопасность детей, это главное, наверное, некуда. Вот то, что здесь на рисунках есть, это безопасность, то, что они видят. Поэтому считаю, что этот конкурс, безопасность глазами детей, самое важное. Потому что мы видим одно, дети видят другое. Шестилетний Ярослав и трехлетний Вова Масленцова в подобном конкурсе участие принимают впервые. Старший брат помогал рисовать младшему, а родители наблюдали за процессом со стороны. Нам в садике объявили о конкурсе. Ну, рисовали дети совместно. Они несколько дней рисовали, пока все собирали. Сначала карандашом, потому что процесс длительный, формат побольше. Поэтому рисовали. Вова, ты что рисовал? Я светофор. Светофор? А какой он у тебя? Какие там цвета были? Светофор. Светлый, деленый, красный. И как футболка твоя? Желтый. Желтый. Желтый был. Ярослав, кто у тебя дорогу переходил? Кот? Кот. А к чему кот? А? Почему кот, Ивана? Потому что ему захотелось идти домой, потому что уже был обед, и ему надо было идти домой есть. А кто ему помог дорогу перейти? ЕВДД. Десятилетняя Ульяна в своей работе попыталась предупредить об опасностях, с которыми ее сверстники могут встретиться во всемирной паутине. Я хотела этим показать, что детям не всегда полезно быть в интернете. Там может взваться очень много опасностей. Я думаю, что родителям надо проверять, что именно смотрит их ребенок. Итоги конкурса фото, рисунков и видеоработ подвели накануне в Малом зале Ленинского мемориала. Ребятам вручили не только грамоты, но и ценные призы. А в фойе здания развернулась выставка рисунков победителей. Всего 180 работ. В течение года они будут путешествовать по соучреждениям региона вместе со своими авторами. Кто шагает дружно в ряд, это наш РУИТ-отряд. Там, где нет БДД, мы напомним БДД. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова